Всем привет, дорогие друзья! С вами Тухи-Юга, и это ВНОК карьера за Барселону. Итак, сегодня у нас матч против Леванта, не совсем важный матч, который я сегодня просимулирую. Да, ребята, взглянем на таблицу чемпионата Испании. Как мы видим, Гранада у нас опять набирает обороты и... А, нет, Гранада не играла. Леальнейшим у нас и вместе с Сельдой и Девиго три игры, и все три окончались выигрышем. Это очень хорошо, и по разнице забитых мячей, два пропущенных и семь забитых. Хотя у нас с Сельдой все одинаково, по разнице мячей по очкам у нас с Сельдой все одинаково. Я не знаю, почему именно мы впереди. Ну ладно, не важно. Факт то, что мы впереди. И сегодня у нас матч против Леванта. Как я уже сказал, это не совсем важный матч, я его сейчас просимулирую. Так, только надо геймпад переподсоединить. One second, please. Так, по идее я все сделал, переподключил геймпад, и мы вот таким вот составом, как я сказал, ротация у нас будет вот таким вот составом, выйдем на матч против Леванты. Мы посмотрим, что из этого выйдет. Это симуляция. Симуляция, я надеюсь, она закончится удачно. Так, Суарес получил желтую карточку. Это плохо. Так, еще одна желтая карточка. Да, 1-0, Мунира открывает счет. Донго меняет Мунира на втором тайме. А Олеш Видаль забивает гол. Альба меняет Неймара. Ого, какая замена. А Роберто травмируется, ой-ой-ой. Да наш правый защитник, ё-моё, у нас и так Ауэстр травмировал. Еще и Роберто травмировал, только Олеш Видаль, что ли, осталось. Ну давайте прокачаем тогда Ваза. Так, прокачаем ему выносливость. Не знаю, даже что прокачать. Спасы в разрез, мастерство. Все, ребята, мы начинаем один. Ребята, добро пожаловать в чемпионат Испании. Стадио Классика принимает Барселону. Сельта Вигу встречается за Барселоной. Кельты встречаются с синегранатовыми. Надеюсь, победят синегранатовые. Конечно же, и это на данный момент абсолютные лидеры чемпионата. И у них из четырех игр все четыре возможные победы. В параднице мячей даже, по-моему, все одинаково. Так что мы обязаны обыгрывать в сегодняшнем матче Сельта и выходить уже 100% в отрыв от Сельты, от Реала и так далее. 9 голов забили мы, 9 голов забил Реал, 8 голов забил Малага, Атлетику и Сельта. Как раз таки мы с Реалом по забитым мячам наравне. У нас отличались и Месси, и Неймар, и Суарес уже. Так, Нолита играет в старте. Наша одна из главных трансферных целей на зимнее трансферное окно. И посмотрим, как он сегодня себя проявит. Так, кто у нас еще? Фернандес, Хернандес. В старте я с других игроков, честно, Сельта не знаю, кроме Нолита. Нолита главный тащер. Как в жизни, так и в Фифе. Но у нас тоже почти что основной состав. Не хватает Даниэла в Сэйпике. И получится основной состав. Уэй Суарес, надеюсь, сегодня он забьет. Так, Нолита, Нолита. Что-то я пока не вижу Нолита. Давайте, помогите Дашу найти Нолита. Хочу посмотреть просто, как он выглядит. Есть ли у него там лицо какое-то неисгенерированное. Так, это Нолита. Это Нолита. Нет, это Фернандес, капитан команды. Это явно не Нолита. Это Вас, Гуидетти. А, вот это именно Нолита. У него есть лицо, и оно довольно прикольно сделано. Да, вот, 10-й номер Нолита. И матч начался. Опа. Неймар. Хороший удар наносил Неймар. Вратарь его отбил. Уже не первый матч. Надо что-то с ним делать. Так. Это Маскера, но... Это Маскера, но... Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Какой гол забил? Кто? Это капитан команды. Вот это лонгшот в ближний угол. Ё-моё. Её Марк Бартер прокарауливал, но... Такое было сложно, честно, оттащить. Это капитан команды. Смотрите, как тут всё шикарно. Такой пас. Даниэль Васса дал голевой передачу. И тут просто с касания лонгшот. Не знаю, по-моему, в ближний угол был. С правой ноги. И наши защитники, так же, как и Браво, ничего не могли с ним поделать. Возможно, и дальний угол, не знаю. Но удар был... Очень хорош. 1-0. Хозяева повели на Ёмар. Ёмар у нас пока в нападении. Больше всего выделяется, так же, как и Суарес. Но Суарес сейчас перепрыгнул или не допрыгнул. Не допрыгнул, скорее всего. Так, это Месси. Месси, давай. Золотой мяч получил. Теперь можешь делать всё, что угодно, да? У Исуарес. Так, Фонтас. На Бускетса. И можем в касание за... Блин. Буба это кто-нибудь другой. Типа Жереми Матьео, у кого мощный удар. Буба уже покруче. Но Бартера имеет не самый сильный удар среди защитников Барселоны. Опа. Это может быть угол. Ой, нет, Джонни. Так, блин. Опять у нас провал в обороне. Пока что я в обороне играю просто ужасно. Мяч от 0 литра ушёл. Да, провал в обороне у нас конкретно. У Скирано под Катей уносит мяч на угловой. Просто за 30 минут смотрим на оценки. Мне кажется, да, Бускетс. А вот остальные. Клаудио, браво. 4 и 3, браво. Браво, браво. Просто нужно было же сказать. Бус. Ой, Ракетич и Ниеста. Месси. Ладно. Те, на кого я больше всего надеюсь, больше всего меня пока что подводят. Браво, Месси и Ниеста. Будет этим. Для начала посмотрим наши задачи. У Неймара стоит лишь забегать за защитников. Серьёзно, что ли? То всё, что у них стоит. Так я и... А я и думаю, что они не нападают. Блин. Примыкать на весу в штрафную. Забегать за защитников. Ну. Присоединяйте к атаке Бартра. Зачем? Что? Опа. 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 Иван Ракетич. Да, Ракетич забивает. Ракетич забивает. Я ему поставил кашельную тактику, и Ракетич наконец-то забил. Сколько он уже не забивал. Да, Иван Ракетич сравнивает счёт в этом матче. Блин, у нас уже, наверное, это... Какой по счёту матч, в котором мы... Сначала нам забивают, затем мы 1-1, а потом уже понеслось. Это уже... Не знаю, сколько таких матчей было. Много таких матчей было. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Это кто? Это Жорди Альба. Он может... Жёлтый, да. Жёлтый с лопатого Альба. Вернее, я, но... Ракетич сравнял счёт. Мы... В принципе, неплохо. Альба. Альба у нас находится вообще не в форме, честно говоря. Мэйси сегодня вообще, по-моему, хоть касание сделал. Я, честно, не знаю. Сделал ли он касание, нееста, не в форме. Это, как я смотрю у многих ютюберов, они играли по разным схемам всех. Кто у нас на замене есть? На замене у нас не особо никого таких нету. Игроков. Они играли по многим схемам, но за Барсиона некоторые играли по вот такой схеме. Почти ничем не отличается. Так. Нестер, Ракетич, Бускетс, Мэйси, Неймар, Суарес. Вот так вот она. Просто она больше подходит для теки-таки, потому что все игроки стоят более ближе друг к другу. Посмотрим, что из этого выйдет. Так. Суаресу не надо забегать за защитников. Вот Неймару надо забегать за защитников. Мэйси надо забегать за защитников. Оставаться сзади при атаках. Бускетсу. Рядновес принесли штрафной. Так. Тут. Забегать вперед, забегать в штрафные. И, возможно, даже это свободное примечание не буду им давать. Так. Альби. Оставаться сзади при атаке. Видали, всегда забегать. Хотя пофиг. Балансированную атаку ставлю Альби. И ставлю всегда... Балансированную атаку ставлю Видали. Все. Сейчас посмотрим, как заиграть у нас Барсиона. Ой-ой-ой. Браво вытащил. Такое у нас не худышное. Все идет. Иван Ракитич. Это Иван Ракитич. И он заслужил штрафной. Все. Тут штрафной. Это точно штрафной. Это желтая карточка за стреф-атаки. И... Угадайте, кто будет бить этот штрафной. Просто... С трех раз угадайте. Я не забью. Нет. Борельяна. Я думал, что он так высоко угловой. 6-1 всего у него рейтинг. Наша атакующая трезубец. Пока что не в особо хорошей форме. Гримауду. Ой-ой-ой. Просто убил. Убил Гримауду. Тут же желтая. Просто убил. Потому что мы его атаку сломали. Так. Мы сломали от игрока. Ой-ой-ой. Налит. Честно говоря, потная ничья. Сельда сегодня смотрелась лучше. Я признаю. Я сегодня играл не сосредоточен. На ней совсем хорошо. Как по мне, герой матча должен быть либо Бускетс. Либо Ракитич. Я не хочу сейчас не ошибусь. Да, Бускетс игрок матча. Вы видели. 5 из 5 отборов. Просто замечательно. 21 из 25 пасов. Просто браво. И так. Дуглас 4-9. В Дейго. А, в Севиле набирает 3 очка. И Сельда у нас, кстати, на втором месте все еще осталась. Причина неизвестна мне. А, потому что мы же в ничью сыграли. Все правильно, да. Мы сыграли в ничью. Обеим командам дали по 2 очка. Теперь у нас по 13 очков. У Реала уже есть даже 2 ничьи. Ну да. Ясно. 11 забитых мячей у Реала больше, чем у нас. Окей. Что у нас по скаутам? Скауту что-то отправили. Сегодня у нас матч против Лас Пальмаса еще. Давайте тоже его просимулируем. Сердж Робертов отправился, кстати, от травмы. Но его не буду сейчас с полевой стартовой составе. Он довольно сильно устал. Так. Есть. И давайте тоже просимулируем матча. Уже 3 матча за 1 серию. Можно сказать, 2 симуляции. 1 без. Итак, смотрим. Масип. Надеюсь, хорошо будет считать на воротах. Бускетс получает желтую. Это плохо. 30 минута счет 0-0. Ну, Суарес и Рухи прям через минуту Суарес сравнивает счет. Донгу меняет Мунира. Сам применяет Бускетса. Суарес дубль оформляет. Отлично. Уи Суарес. Уи Суарес. Туран не трофей. Туран сразу же получает желтый. Буквально. И 2-1. Вовы, Суарес оформляет дубль. Молодец, Суарес. Так, тут мы можем тренировать обратно Сержа Роберто, да? Сержа Роберто, вот он у нас. Будем тренировать его на... Игру, пожалуй, в подборе. Защита. Вот. Что мы будем его тренировать? Сампера будем тоже тренировать выход. Вот так. Вот. Скоро надребленку Муниру. Так, вот так вот будем тренировать. А, подождите. Неносливость. Владение. Окей, да. Жаргумбаум. Будем тебе... Вот так вот, да. Итак, поехали. Что у нас с тренировкой? 3-2-1-0. Мунир на ашку. Ого. Мунир хорош. Так, у нас второй матч против Лиги Чемпионов. Уже против Борисовского Бате. Это должно быть интересно. Оливер Торрес выбывает на... На три недели. Это хорошо для нас. И хаммис на три месяца выбил. Вот это очень хорошие новости. Так, Родионов. Так, удостоен похвалы. Александр Ермакович или Ермак... Ермакович, скорее всего. Не знаю, как правильно читать. Главного тренера. Так. Вот наш состав Лиги Чемпионов. Следующий матч, что мы уже ближе к следующему матчу разберемся. А с вами был Ильфов Йега. Подписывайтесь на канал, ставим лайки. Всем удачи, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.